Вы слушаете Радио России Дагестан. У микрофона Бедернися Гусейнова. Здравствуйте. В эфире программа «Дагестан в лицах». Гость нашей программы – почётный работник образования России, кандидат биологических наук Гюльнара Сулейманова. Мы вас знаем с того времени, когда вы работали в Республиканском эколого-биологическом центре. Более 25 лет вы проработали в этом центре, но начиналось всё у вас с науки. Более 30 лет занимались научной деятельностью. Как вы пришли в науку? Закончила 18-ю школу в городе Махачкала. Директор, учителя, были молодые специалисты. Старались привить нам любовь к их дисциплинам. Никогда не забудут директора Мирза Магомедова, Гасанову Хадижат Курбановну, Нарушевичу Клару Иосифовну, Мельчук Екатерину Владимировну, Сергея Ефремовича, Сергея Власовича. Получив аттестат, была в раздумье. Идти в университет на исторический факультет очень любила историю. Много читала. Или же Дагестанский социальный институт на ветеринарный факультет. Туда меня тянула любовь к животным. У вас дома были животные? Была собака и шелковичные черви. Как черви попали к вам в дом? Мне дали грены. Были черви эти. А потом бабочки были. Эти бабочки начали летать по всей комнате. Дальнейшая судьба такая их. Раздала детям. И дети тоже самое занимаются разведением шелковичных червей. А тогда у нас в Махачкала было очень много шелковисы. Ходили, дети рвали во время летних каникул и их разводили. Это было тоже их занятие. Во мне было чувство делать добро людям, животным. Подала документы в сельхозинститут. А когда вывесили списки, оказалось, зачислили на зоотехнический факультет. Была горчина, но осталось учиться. Вспоминаю заведующего кафедры химии Султанова, доцента Саидова, заведующего кафедры Сулейманова, Азиева, Николаева, Ибашева, профессора Магомедова. Спасибо за знания, которые они нам дали. Живым здоровье, душевного покоя. А тем, кто уже ушел в другой мир, земля пухом. В 1962 году закончила институт и поступила в Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства на должность лаборанта. А затем перешла в Дагестанский сельхозинститут старшим лаборантом, ассистентом. Понимала, дальше надо поступать в аспирантуру. Выбрала специальность генетика. Посещала лекции по генетике профессора Морозова. Читала книги корифеев науки, Лобашова, Иванова, Ауэрба. Поступила на платные курсы немецкого языка до госуниверситета. Училась два года. Сдала кандидатский минимум. С имеющимся багажом считала и имею право подать документы в аспирантуру. Подала документы в институт генетики и селекции по специальности генетика. Конкурс четыре человека на одно место. Получила 14 баллов и была зачислена аспиранткой члена коровоскнил Агабилии Агахана Альскировича. Под руководством профессора Агабилии была выполнена диссертация на тему «Изменение содержания нуклеиновых кислот в органах и тканях и их роль в прогнозировании оценки продуктивности Буйволис». Это в Баку была аспирантура? Это дело было в Баку, да. После защиты диссертации как сложилась Ваша деятельность? По семейным обстоятельствам приехала в город Махачкала и прошла по конкурсу младшего научного сотрудника отдела животноводства. Затем работала в лаборатории нетрадиционных кормов. Разрабатывали параметры гидробаротехнической обработки, выжимок, лозы, соломы. Полученные шесть видов кормов проведены испытания на лабораторных животных. Основная научная деятельность была в Институте генетики города Баку, а затем Махачкала в Дагестанском научно-сельском институте сельского хозяйства. Потом я перешла на станцию юных натуралистов, юнатов. Они в этот период так назывались. Потом это стало Республиканский эколог. Казым эколого-биологическим центром, а на сегодняшний день Малая Академия Наук. Проработали тоже 25 лет. 25 лет. Основная цель – научить детей понимать природу, я так понимаю. Моё кредо было – это безграничная любовь к детям. Принцип работы – максимум внимания каждому ребёнку, его интересам. При знакомстве с детьми интересовалась, откуда они родом, с какого района его родители. Бабушка, дедушка. По роду службы мне пришлось исколесить много районов. Поэтому рассказывала каждому ребёнку о его малой родине, о прекрасной природе, чем занимаются, имеют направление растеневодства или животноводства, о людях работающих и живущих там. И в глазах детей, даже самых засенчивых, становилось близким человеком, с которым можно поговорить, и со временем исчезала скованность малышей. Занятия проходили согласно тематического плана. Заранее к занятиям дети готовили наглядный материал, альбомы, рисунки. Занятия проходили в виде беседы. Всегда старалась быть не над ними, а вместе с ними. Знания, полученные ими в классе, подкреплялись на учебные оптовые участки, на экскурсиях. Мы посещали экскурсии. Дагестанский сиркозинститут, опытное хозяйство, биологические музеи. Детям эти экскурсии очень нравились. Приведу вот такой вот пример. Ко мне приходили две сестры. Девочки очень способные, умные, старательные. Это Фируза и Зайнаб. Они посещали кружок в течение нескольких лет. И по семейным обстоятельствам в Москву они выехали. И на опытном участке на этом у нас росло дерево Алчи. И у нас в этот период работал Алимов Алим Тагирович. Возможно, вы его знаете. Его отец был народным поэтом Дагестана, Тагир Хрюкский. И вот под его руководством были сделаны прививки у нас на этом дереве Алчи. И получили мы через несколько лет дерево Сад. Что росло кроме Алчи на этом дереве? Да, на Алче росли слива, вишня, миндаль и абрикус. И дети его назвали Дерево Сад или же Волшебное Дерево. А эти дети посещали наши объединения. И все эти прививки, все были у них на глазах. Они ухаживали за этим деревом, поливали за ним. Фируза и Зайна продолжали учиться в школе. У них было занятие прививки. Зайна нарисовала дерево Сад. А я, значит, решила написать статью. И отдала, значит, газету в редакцию. Орленок отдала туда. И вышла статья с ее рисунком. А у нее, у Зайна и Фируза, очень милая бабушка. Она преподаватель 15-й школы математики. И вот эту статью я отдала ей. Отправила-то ее в Москву. И вот когда у Зайна были занятия по биологии, и там на занятиях говорили о прививках, то она положила на стол учительницы вот эту нашу статью. И рассказала о нашем центре экологобиологическом, о том, как вот мы проводили эти прививки, кто проводил. В общем, больше, чем полурока, было занято ее рассказами. То есть она уже знала, как действительно на практике все это проходит. Она все это видела. Все это видела, все это знала. А сестра, и она прекрасно рисовала. А сестра ее, Фируза, очень хорошо выступала. Очень хорошо. Вы знаете, она была в первом классе. У нас был юбилей, мы организовали, значит, Пушкина. Она в первый класс, казалось бы. Что она понимает. И я тогда обратилась к ней так, чтобы ее не обидеть. Эти выступали хорошо. И чтобы ее не обидеть, я, значит, обратилась к ней. Я говорю, Фируза, может быть, ты что-то рассказываешь? А на это она мне, значит, сказала, что я тоже подготовилась. Я говорю, ну, пожалуйста, расскажи. Она нам рассказала о Пушкине. Даже такие тонкости сказала. О его любви к цыганке Азии. Талантливые девочки. Я была поражена. А потом, впоследствии, как я узнала, вот эти ее способности проявились в Москве в школе. И дошло до того, что она выступала в Кремле. А вы знаете, как дальше судьба сложилась у этих девочек? А вот дальше, я не знаю, я неоднократно звонила бабушке. У нас очень добрые были отношения с бабушкой. У Зенапа я была на свадьбе. А теперь уже сами они мамой. Телефон, значит, их не отвечает почему-то. Дети, которые посещали этот центр, когда вы работали педагогом, вы к нам же на радио тоже приходили. Тоже приходили. Да, у нас были несколько совместных проектов. Но было видно, насколько взаимопонимание у вас просто полное было с детьми. И как дети к вам тянулись. И как вы каждого ребенка любите. И это здорово. Вы действительно педагог от Бога. Сегодня вы не работаете уже. Нет, я не работаю. Не скучаете за работой. Вы знаете, я занята тем, что я пишу. Но это ваша другая сторона, так сказать, творческой деятельности. Вы пишете рассказы. Да, да, да. И все ваши рассказы, они о животных, о детях. Опять-таки, чем бы вы ни занимались, все сводится к одному. Это любовь к природе, это любовь к детям, это любовь ко всему живому. Желание писать для детей. Откуда оно? Много лет назад мной был написан рассказ о нашем махачкалинском соматологе Магомеде Гасасаеве. О нем, как о хорошем враче, в газете «Махачкалинские известня». К нему шли пациенты, не только с нашей улицы Гуинагской, редукторного поселка. Со всего города? Да, редукторного поселка. Из других районов. Приезжали даже из Шамхала и Семергоя. Шла народная молва. Какой хороший специалист. А у меня был поломан передний зуб. Попала в аварию. Обращалась к нашим врачам дважды. Дважды к московским. Начинали лечить. Стою из кресла и не могу терпеть. И моя соседка повела меня к нему. Он осмотрел все зубы и сказал, «Все, что надо, я сделаю». Зубы привел в порядок. До сегодняшнего дня они мне служат. Тогда была написана статья «Лечение без боли». Это была ваша первая статья? Первая. Это была первая моя работа. Но это вы отблагодарили врача. Да. Но в дальнейшем вы стали писать именно для детей. Ну а потом с взрослых я уже перешла на детей. Мне очень нравились стихи поэта-писателя Осадова. Книги досады было трудно. Переписывали в тетрадь стихи. И как-то раз еду с работы домой и вижу напротив филармонии, а вижу встречи с Эдуардом Осадовым. Была удивлена. И в назначенный час мы с мамой в филармонии. После окончания встречи читатели преподносили букеты алых роз, гвозик, у кого были книги, фотографии, просили автографы. Очень благодарили за приезд. И я пришла, а я пришла с пустыми руками. Тогда решила пригласить его с супругой в гости домой. Приглашение он принял. Тогда решила пригласить его с супругой в гости домой. Приглашение он принял. В течение нескольких лет писала поэту и получала милые, внимательные, душевные письма. Спустя несколько лет написала воспоминания о известном поэте, писателе, герое Советского Союза Эдуарде Осадове. И отправила в город Москву в редакцию литературной газеты. Но не знаю, публикована она или нет. А потом уже я стала писать о детях, о животных, о природе. И первый рассказ? Первый рассказ был «Ой, как жалко бабочку». Написать его была вынуждена. Был конкурс в центре. Сказала детям, что надо представить рассказ, значит, на конкурс. Но они, вы понимаете, в чём дело? Мне его не представили. А те, которые представили, они были написаны очень слабые рассказы. Мне даже неудобно было представить. И тогда я решила написать сама этот рассказ. «Ой, как жалко бабочку». «Да, ой, как жалко бабочку». И обратилась вот к этой девочке Зайнап. Я говорю, «Зайнап, вот я написала рассказ, а ты, пожалуйста, нарисуй, значит, рисунок». А тем более она же видела на нашем участке вот эту календу, вот это всё, что от бабочки происходило. И вот она написала, нарисовала рассказ. То есть она рисовала вот бабочку, вот лимонницу. Бабочку-лимонницу. И она нарисовала к рассказу картину. Да. И она нарисовала вот эту вот картину. Писать для детей не ставила своей целью. Сама жизнь меня подтолкнула. Мне очень нравились стихи Рашида Рашидова о природе, детях. В центре смотрела вокруг себя. Ребят нравились стихи Рашида Рашидова о природе и детях. Перед моими глазами, значит, ставали его стихи. Рашида Рашидова. Вот именно Рашида Рашидова стихи почему-то ставали перед глазами, почему-то он же писал о растениях. Прекрасные его стихи о болче, о винограде, о вот этих мальчишках. И как раз вот эта природа и вот эти мальчишки меня поодушевили. И я начала писать вот эти вот досказы. А потом уже впоследствии я начала читать эти стихи детям. Детям тоже они очень понравились. И они, значит, тогда меня просили, что они хотят его видеть, что они хотят видеть живого писателя. И я первый раз обратилась в Союз Писателей Дагестана попросить его, чтобы он к нам пришел. Или организовать, как ему удобно, встречу. Пришла в Союз Писателей. А мне сказали, что он тяжело болен. К сожалению, встретиться не может. Да, встретиться с нами не может. Так что он тоже сыграл большую роль в моей жизни. Вот именно то, что я подтолкнула так вот детей. Рашид Рашидов до сих пор у меня, как говорится, его стихи, не то, что у меня в памяти, а его стихи у меня в глазах. Влияние оказало на меня то, что я писала. Семья. А у нас была читающая семья. И она привела мне любовь к книге. А кто читает, тот и пишет. Кроме того, у нас часто проводились конкурсы. Это в центре. Да. И тогда решили организовать творческую лабораторию «Сирень». Вы были руководителем. Дети приняли предложение мое. Желание. Одни начали писать, другие рисовать. Опубликовано 80 рассказов детей. И множество рисунков. Вот некоторые из этих рассказов. Гюнара Кахримана, знаю, что в издательстве находится ваша рукопись. И в 2021 году в плане издать ваш сборник. Что включено в этот сборник? Понимаю так, что все то, что было написано вами за эти годы, да? Да. Это рассказы. Обезьяна Капочка. Эта Капочка совсем случайно оказалась у меня дома. Я заранее сообщила детям. И буквально с нашего района все дети были у меня дома. И Капочка показывала свои способности. Она что делала? Она мыла окно. Хозяйственная капочка. Она, значит, нам хозяйка заранее предупредила, что она умеет делать. Мыть окно. Помыла окно. Ну, как она помыла, вы сами понимаете. Ну, да. По обезьяне. Вытерла пыль серванта. Дети все выстроились друг около друга. И она начала им слить ногти. Я ей дала ножницы. И она начала слить в гости. В общем, эта обезьяна Капочка была очень-очень забавная. И вот о ней поэтому я и писала. Теперь вот этот сам рассказ Кутя. Вот в этом рассказе это был маленький щенок-дворняшка, который оказался около нашей двери. В центре у нас. Я открыла дверь, и он бежал. И так и остался. И так и остался. Он очень любил детей. Дети очень любили его. Играл с детьми футбол. Куда дети, туда и он. Даже на занятиях иногда. Вот если бывало так, что у нас в комнате начинались занятия, он приходил, садился рядом с детьми за стул. И вот пока шли занятия, он спокойно, как они, сидел. Ну, я понимаю, что даже по названиям ваших рассказов можно понять, о чём эти рассказы, да? Да. Вот это «Али и шар в перо». Тоже очень интересный рассказ. Это о моём соседе. Его родители, значит, в детстве приучили книги. Ещё два годика ему было, и мы прочитали прочитали первый раз «Красную шапочку». Котик четыре было, я прихожу к ним домой, а бабушка мне говорит, скажи ему, чтобы он тебе прочитал «Красную шапочку». Я говорю, а что он понимает, что он умеет читать, как он мне будет его читать, «Красную шапочку?» Она говорит, нет, скажи. И я сказала вам, и что вы думаете, он мне действительно прочитал всю эту «Красную шапочку». Ну, как читал он? Оказывается, как последствия мне бабушка объяснила, читал по картинкам. По картинкам. Ну да, такая способность. Ему очень понравилась эта сказка. Я вам её запомнила. Ему объяснили, что это, написал книгу, значит, сказку Шарль Перо. А у них было дома такой порядок. Если кто-то звонил, то он бежал быстро, поднимал трубку и звал того, к кому звонили. И вот однажды он, значит, решил, что сделать. Позвонить Шарлю Перо, а он-то не понимал, что такое номер, что такое, ребёнок четыре года не понимал уже. Вот. И позвонил Шарлю Перо. И сказать ему, и сказать ему, спасибо, что вы пишете за эту сказку. Поднял какой-то мужчина. Ну, просто наугад набрал номер. Наугад набрал номер. И тот ему ответил, какой ещё тебе Шарль Перо? И бросил трубку. И он очень был расстроен. И когда я пришла к нему домой, к нему домой, он мне эту историю рассказал. Вы хвалите Шарль Перо, говорит. А он, оказывается, говорит, нехороший. Нехороший. Я ему позвонил, хотел сказать ему спасибо, а он мне сказал, какой Шарль Перо, и бросил трубку. Ну, человек не понял, видно, не догадался, взрослый мужчина. Подумал, наверное, что его разыгрывают, и поэтому вот была такая реакция. Сколько всего рассказов там? Рассказов там, 34 рассказа, и там записки натуралиста. Но это уже там побольше будет. Большая семья хомячков. Здесь и наше наблюдение. Очень интересно это вот записки. Я знаю еще, что вы начали писать книгу о себе и о своей семье. Но пока немножко мы задержались, потому что это самое, ждем, если вот эта книжка выйдет, тогда мы сдам я в издательство. Сотрудничал с Дагестанским радиом, с газетой Орленок, которая оказала на детей большое влияние. Хочу отметить Басаряту Ильясовну, Гусейнову и ее коллектив. Слова благодарности учителям 38-й и 15-й школы, чьи дети посещали наш центр. Сакинат Идрисонов, Штанчаев Казим, Абасалиева Ханум, Гаджиева Феруза, Гиреева Гюльнас, Селимова Эльмира, Исаева Мумина, Гусейнова Ума. За 25 лет я представляю, сколько детей прошло через ваш центр и непосредственно через ваши руки, Гюльнара Кахримана. И каждый ребенок, наверное, оставил в вашем сердце какую-то память о себе. Кого запомнили на всю жизнь? Алибекову Шарипат, Алиеву Саиду, Дибирова Адиля, Магомедову Сабину, Мусаеву Зиану, Мутузалиеву Захру, Курбановых, Бухтара и Марата, это братья. Дети стали взрослыми, но каждый из них в вашей душе остался тем ребенком, которым он был. Пусть они будут все счастливы в этой жизни. Новый год для каждого из нас это особенный праздник. Невзирая на то, что мы становимся взрослее с каждым годом, все равно Новый год это праздник, который ассоциируется у нас со сказкой, с волшебством. Я пожелать хочу вам здоровья, успехов в вашем творчестве. Вы пишете и ваши пожелания всем тем, кто сегодня слышит нас в эфире. Вообще для вас Новый год это какой праздник? Желаю я в Новом году крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия в семье, счастья. И в наш стремительный и жестокий век мы забыли о любви к ближнему, душевному общению, а сострадание стало роскошью. А об этом надо помнить и приучать детей с детства. Спасибо вам огромное. Я напомню, что сегодня у нас в передаче принимала участие почетный работник образования России, кандидат биологических наук Гюльнара Кахримановна Сулейманова. Здоровья вам. Всего хорошего. Вы слушали радио России Дагестан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова